Будет он у нас штукатурен, покрашен, будет очень красиво выглядеть. Кто видел типографию, цветовое решение, как бы в продолжении всей этой такой красивой программы. Вот буквально здесь вот на стеклянной лестнице у нас будут заменены витражи. И на вот этой поверхности, как сказать, на стене, в пилоне, на этом появится мурал. Естественно, он будет в тематике. Нашего учреждения, соответственно, символы все будут сохранены. Эскиз мурала делает Александр Павлович Шубин. Как бы он уже предоставил эскиз. Сейчас вот все смотрят, с удовольствием обсуждают это дело. Будет, я думаю, что красиво, свежо, соответственно, ново. И мы очень надеемся, что мы успеем порадовать горожан к 70-летию первой мере атомной электростанции. На другой стороне фасада появится светодиодный экран, где мы будем размещать всю нашу рекламу наших мероприятий. Вот буквально на этой неделе аукцион будет проходить. Мы узнаем, кто будет подрядчик. Проект сделан. На пропете издания появится надпись «Городской дворец культуры». Точно так же проект закончен. Мы будем выходить на торги. И уже в начале апреля мы поймем, кто будет выполнять эти работы. Надпись на фасаде будет подсвечиваться в темное время суток. Дизайн согласован с управлением архитектуры. Фасад обновят на всем здании, включая ту часть, на которой расположен флагшток. Ремонт давно был нужен. Возраст витражей и отделки фасада не менее 50 лет. С точки зрения престижа дело тоже важное. Заслуженный художник России Александр Шубин создавал эскиз и для мурала на соседнем здании. Директор «Городского дворца культуры» говорит, что работать с художником приятно. Человек знает, что делает, прекрасно разбирается в искусстве, любит свой город. Переносить рисунок на фасад снова будет художник Сергей Гребенкин. В прошлом году он уже переносил графику Александра Шубина на фасад здания бывшей типографии. По предположениям Ирины Пахомовой, через пару недель, как только заменят окна, Сергей Гребенкин сможет приступать. У «Городского дворца культуры» еще много планов по обновлению. В частности, есть проект по ремонту фонтана с «Лебедем». Все поэтапно, говорит Ирина Пахомова. Она убеждена, что со временем планы воплотятся в жизнь. Дмитрий Глухов, Евгений Соколов, Обнинск ТВ. Дмитрий Глухов, Евгений Соколов, Обнинск ТВ.